Дорогие друзья, сегодняшнее торжественное мероприятие Форум выпускников Института филологии и языковой коммуникации Посвященный десятилетию института Открывает форум выпускников, получивших красные дипломы в 2018 году Под вашим аплодисментом звучит гимн всех студентов Подпевайте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех на действительно историческом событии! Впервые за 10 лет выпускники разных лет Института филологии и языковой коммуникации Собрались вместе, чтобы вспомнить былые студенческие годы Пообщаться друг с другом и с любимыми преподавателями Давайте еще раз поприветствуем друг друга! За 10 лет наш любимый институт прошел большой путь От становления в структуре университета до укрепления своих позиций в научно-образовательном пространстве России Столько ярких открытий, побед и событий было за это время Наверное, понадобится еще 10 лет, чтобы о всем этом рассказать Но мы попробуем сделать это за время нашего первого форума выпускников И поскольку это мероприятие как для нынешних выпускников института, так и для выпускников прошлых лет То вести его должны тоже выпускники Мне компанию составит лингвист, выпускник кафедры русского языка как иностранного 2016 года Дэн Лэй! Аплодисменты! Здравствуйте! Добрый день! Я безусловно рад вновь оказаться в родном институте И увидеть преподавателей и друзей своих Десятилетия, а не фиак! Дорогие друзья, ну и в самом начале нашего торжественного собрания Позвольте пригласить на эту сцену для приветственного самого человека Который сильнее и трепетнее остальных любит наш институт И эта любовь взаимна Встречайте доктор филологических наук Профессор, директор и фиаке Люкмила Викторовна Куликова Дорогие друзья, уважаемые коллеги, гости, выпускники 2018 года И, надеюсь, ностальгирующие выпускники и фиак разных лет Мы вас очень-очень ждали сегодня И рады видеть и приветствовать вас в этом зале Десять лет институту филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета Замечательный, прекрасный повод для встречи Встречи всех со всеми Встретиться, увидеться, пообщаться, понастальгировать, думая Узнать что-то новое друг о друге И, конечно, как это сейчас модно говорить А термин этот наш профессиональный Послушать ваши и наши нарративы Юбилей, даже если он мини Это, конечно, всегда повод напомнить Чем была насыщена деятельность института за эти десять лет Это, конечно, повод вспомнить Кем мы можем гордиться в нашем институте Обо всем этом мы попробуем, попытаемся рассказать вам сегодня В течение нашего праздника Нашей праздничной программы Но мне очень хочется Чтобы сегодняшний праздник Был по-настоящему семейным и домашним И даже если будет немножко пафоса Будет немножко фанфар Все-таки вы гордимся своим институтом и своими выпускниками Все-таки это будет семейный домашний праздник Сделанный своими руками Что очень важно Но для начала несколько цифр про нас Или визитная карточка института филологии и языковой коммуникации В нашем коллективе преподают и работают более 200 сотрудников Из них 15 докторов наук, 62 кандидата наук И почти ежегодно 8-10 иностранных преподавателей Сегодня обучается 525 бакалавров 67 магистрантов, 12 аспирантов, 140 иностранных студентов Включая подготовительное отделение А за эти 10 лет Интеллектуальную элиту России, я считаю, не только Пополнили 810 лингвистов, 720 журналистов, 400 филологов и 30 военных переводчиков В этом году наш институт в очередной раз покидают не на совсем, а только временно 123 выпускника и 35 из них с красными дипломами В нашем институте работают 4 культурно-изыковых центра Школа устного перевода и, конечно, замечательная лаборатория ТВ СФУ А в номинации «Самый институт СФУ» Мы стабильно держим планку вслед памятник Следующих направлений Самый молодой институт по возрасту преподавателей Один из самых высококонкурсных институтов Самый интернациональный институт И институт с самым высоким баллом ОИГ в прошлом учебном году Есть чем гордиться В течение нашего сегодняшнего праздника Мы постараемся с любовью В креативно-музыкальной, творческо-лирической форме Возвращать вас настроением и памятью Годы обучения в институте, в университете Это будет калейдоскоп самых ярких и замечательных событий И интересных людей, о которых вам расскажут Наши замечательные ведущие и наши творческие коллективы Но все-таки я не откажу себе удовольствия Назвать некоторые специфически наши Очень достойные и милые моему лингвистическому и филологическому сердцу Директора события Пожалуйста, на экран идет дискуссивная заготовка Талантливый фильм к 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова Созданный ТВ и ФИАК СФУ С участием студентов нашего института Который был показан на телеканале «Россия» в 2011 году Творческие просветительские проекты «Литературный календарь 2015» И СФУ читает стихи в честь года литературы в России А следующую номинацию я назвала «Движение. Наши в городе» Лингвистическое и волонтерское сопровождение всех крупных и ярких мероприятий города и края Красноярского экономического форума Красноярского международного музыкального фестиваля Стран Азиатско-Тихоокеанского региона Музейное биеннале «Мир и мир» Международный турнир по вольной борьбе имени Ивана Ерыгина Визиты ФИСУ в Красноярске Замечательный перевод для нового аэропорта «Енисейская Сибирь» Прекрасная просветительская акция «Тотальный диктант» Магистрская программа двойных дипломов с университетом Испании города Кадиса Все это были вы, можно себе похлопать в аплодисменты И конечно, я не могу уйти со сценами, сказав, что самыми или особыми участниками сегодняшнего праздника форума Вляются выпускники 2018 года, которые сейчас в зале с нетерпением ждут вручения им дипломов Для меня вообще всегда вручение дипломов – это как заключительный, торжественный восклицательный знак в конце каждого учебного года Дорогие друзья, вы обязательно будете виновниками сегодняшнего торжества, как заключительный аккорд нашей праздничной программы И завершая свое небольшое обращение, я хочу сказать, что сегодня самая актуальная тема в России – это, конечно, чемпионат мира по футболу Ну, помимо нашего форума, в принципе Поэтому, пользуясь терминологией чемпионата, я хочу пожелать всем присутствующим в зале выпускникам Всегда контролировать мяч на поле вашей жизни А сейчас я мысленно, символически перерезаю ленточку во второе десятилетие института Вы все были и остаетесь успешными выпускниками первого десятилетия Ифияка А уже те абитуриенты, которые в наши стены идут сегодня – это будущие выпускники второго десятилетия Ифияка Жизнь продолжается, и братство Ифияк расширяется С праздником вас, с любовью, Ифияк! Спасибо, другая Викторова Дорогие друзья, ну а сейчас для приветственного слова на сцену приглашается начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Семеновна Уляшева Аплодисменты! Дорогие друзья, большое спасибо за приглашение поучаствовать в этом торжественном событии! Хотя я подумала, что я, наверное, имею вполне полное право здесь присутствовать сегодня, потому что имею некоторое отношение к этому институту Правда, более 20 лет назад, когда я окончила университет, не было еще никакого института филологии языковой коммуникации, а был скромный филфакт И в моем дипломе запись не Сибирский федеральный университет, а Красноярский государственный Тогда мы делили корпус ДМРЧК вместе с юристами Они к нам бегали на этаж, мы к ним бегали на этаж, и было весело, уютно, по-домашнему все Я сегодня здесь смотрю на стены, конечно, все у вас здесь более масштабно, просторно, современно, красиво Но я уверена, что главное не стены, а главное те люди, которые здесь находятся А люди на филфакте, сейчас это называется институт филологии и языковой коммуникации Люди на филфакте всегда это особая страта с особой ментальностью и с особым отношением к жизни и к действительности Гуманитарное образование, оно деформирует личность, деформирует в хорошем смысле этого слова И ты после нескольких лет обучения в институте филологии и языковой коммуникации Уже совершенно не тот наивный любитель словесности и лингвистики языков Ты по-прежнему любишь литературу, но ты уже прекрасно понимаешь, что поэт в России больше, чем поэт И я считаю, на мой взгляд, что филология, лингвистика, она учит прежде всего критическому отношению В действительности она учит думать, рассуждать, рефлексировать И люди, которые выходят из этих стен, с этого института, они, конечно же, больше, чем профессионалы в какой-то узкой сфере Они могут найти применение своим знаниям в самых обширных областях Начиная от пиара, заканчивая научной деятельностью И сегодня нужно признать, что вы имеете больше возможностей, чем, к примеру, даже наш выпуск Потому что с развитием интернет-коммуникации возможность применить свои знания, она, конечно, прогрессирует Причем в геометрической прогрессии Что я хочу сказать? Десять лет — это, конечно, красивая дата, первый такой серьезный юбилей Но, на мой взгляд, я хочу вам пожелать, чтобы эти десять лет стали очень коротким, небольшим прологом К большой, пролонгированной во времени истории красноярской гуманитарной, филологической мысли Не побоюсь этого слова, в Красноярском крае Я желаю институту, руководству института, всем преподавателям, студентам Больших ярких проектов в будущем Я желаю талантливых, чтобы студенты у вас были все талантливые, звезды Всего вам доброго, всего вам хорошего, добрый путь в дальнейшем Большое спасибо, Елена Семеновна Дорогие друзья, мы готовы продолжать форум выпускников В нашем стену и все выпускники повышают престижность и региона, и города И позвольте прямо сейчас для приветственного слова пригласить на сцену заместителя главы города Красноярск Алексея Васильевича Маршегова Встречайте! Алексей Васильевич, пожалуйста Уважаемые коллеги, друзья Здравствуйте, рад приветствовать вас Елена Семеновна сказала половину моей заготовленной речи примерно Весь этот исторический экскур Потому что для меня этот институт тоже мягко говоря не чужой Я в 2000 году окончил отделение журналистики филфака КГУ И хотя буквы и фиак они такие для меня все еще немного непонятны У нас это называлось филфак и инъят Вот эти две половинки предтечи будущего такого мега института Который тогда объединял только то, что наши команды одинаково плохо играли в футбол читать институт Потому что с молодыми людьми всегда была некоторая проблема Я не буду повторять, перечислять ваши большие достижения, успехи Вы сами прекрасно их знаете и уже показали часть их Я уверен еще покажете Я уже успел впечатлиться Не буду говорить о тех достаточно обширных зонах роста Которые есть в некоторых моментах Я могла бы это осудить как человек, взаимодействующий по работе со СМИ в частности Я просто смотрю на вас, выпускники Здесь, я правильно понимаю, сидит нынешний выпуск, да? Ага А там за 10 лет Столько прекрасных лиц, такой классный, большой, мощный ресурс Интеллектуальный, творческий, энергетический Который уже наверняка многое делает и будет многое делать Для того, чтобы наш город становился лучше Наши семьи становились честнее и профессиональнее Наши коммуникации языковые были более открытыми и качественными Чтобы мы больше дружили, работали, взаимодействовали с другими странами С другими народами Я уверен, что вы все это можете, умеете и обязательно сделаете Еще раз поздравляю вас от следующих с юбилеем И разрешите мне вручить благодарственное письмо От главы города Красноярска Сергея Васильевича Ильина Коллективу Института филологии и языковой коммуникации Федерального государственного установного образовательного учреждения Высшего образования Сибирский федеральный университет Надо было сократить эту часть За образовательный социально-культурный и произведительский склад В развитии города и в связи с десятилетием со дня основания института Аплодисменты, вручить и вручить и вручить и вручить и вручить Большое спасибо, можете возвращаться в зрительный зал Клавы продолжаем Сегодня, когда вместе собрались выпускники и преподаватели, нынешние студенты Нам есть что помнить и о чем поговорить И сегодня мы назовем 10 основных причин для гордости за наш институт и его историю Постараемся ничего не упустить, для этого некоторые события объединим по блокам И первая причина, одна из самых важных причин для гордости Это наши выпускники Люди, которые прославляют своим профессиональным мастерством и достижениями наш институт И всегда идут на контакт с Альмаматом Итак, дорогие друзья, внимание на экран Давайте загрузим интерактивную карту выпускников института филологии и языковой коммуникации Смотрим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте, друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет и выпускникам, и нынешним студентам. Очень здорово, что есть возможность, есть прекрасная радость, чтобы ее отменить. Большой привет! С уважением! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогой институт, уважаемая Людмила Викторовна, я очень рада приветствовать вас из Москвы, из Союза журналистов России, где я сейчас работаю и являюсь главным советником. Мне очень приятно участвовать в сегодняшнем знаменательном событии, хоть и виртуальном. Учеба в институте для меня стала крутым стартом в карьере. У меня была возможность поучаствовать в создании телевидения Сибирского федерального университета. В то время мы сами проектировали, создавали, продвигали свои продукты телевизионные. Еще одним важным событием моей студенческой жизни стало общение с тогда премьер-министром России, а сейчас с президентом России Владимиром Путиным. Я ему задала свои вопросы, актуальные вопросы о жизни общества, о федеристике. Сейчас я продолжаю работать по этому направлению, о котором мы говорили с Владимиром Владимировичем. Институт филологии и языковой коммуникации дал мне все возможности состояться и как молодому специалисту, и как людям, и как творческой личности. Дорогой институт, с юбилеем! Расти дальше и двигайся только вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Желания летят за тысячи километров из Вашингтона, Хочу пожелать всего хорошего и университету, и людям, которые в нем работают, и учатся, преподавателям балансовых студентов, студентам интересных знаний, и, конечно же, чтобы университет гордился своими выпускниками. Я до сих пор с огромной любовью и радостью, вспоминая годы, пройденные в сынах Альма-Мапур, было не только интересно учиться, но и, конечно же, работать, но и рояльнейший, интереснейший опыт, что-то придумывать, где-то ошибаться, где-то учиться на своих же ошибках, где-то учиться на чужих, но такого, конечно, опыта больше у меня в жизни не было, и он мне много еще удалов. Хочу еще пожелать оставаться современным, ярким, куда будут хотеть поступить студенты, куда всегда будет большой конкурс, а значит востребованность. Ну и, конечно, приглашайте в гости, с удовольствием бы посмотрела, как в гости изменился. Извините меня, что снимаю селфи, оператор сильно занят, но это, как принято говорить сейчас, современный тренд, поэтому уж не висуйте. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас я вам расскажу одну историю. Дело было так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Ну, вообще-то, всегда мне нравился. А почему же ты раньше не сказал? Мы друг друга поняли. Мы же в немом кино. Это были преподаватели, студенты и выпускники Института филологии и языковой коммуникации, которые участвовали в номере «Не мой кино». Аплодисменты! Ну что ли, друзья, а мы готовы продолжать наш порог. И прямо сейчас мы представим вторую причину для гордости за любимый Институт. Ифияк — это настоящий мир без границ. Стоит отметить, что языки, которые изучают наши студенты, являются универсальным ключом к миру. Они помогают достойно проявлять себя во многих профессиональных сферах. И действительно, ежегодно наши студенты и преподаватели стажируются в зарубежных вузах. Университет Кадеса. Университет Алиганта. Университет Барселоны. Пекинский университет языка и культуры. Шанхайский университет иностранных языков. Восточно-китайский педагогический университет. Университет префектуры Аити и другие. Но мир без границ Ифияк дарит не только студентам, но и зарубежным партнерам. Студенты и актуриенты многих стран успешно изучают в нашем институте русский язык как иностранный. И причем учебными занятиями это не ограничивается. Нельзя не отметить традиционные медведь и школы русского языка для иностранных студентов и стажеров из Испании и Германии. И еще несколько удивительных фактов, которые точно достойны ваших аплодисментов. Дорогие друзья, в нашем Ифиаке работали 45 преподавателей зарубежных вузов за 10 лет. Из Китая, Японии, Кореи, Турции, США, Испании, Германии, Франции и Италии. И 750 студентов из зарубежных вузов за 10 лет обучались в нашем институте. ГНР, Япония, Испания, Германия, Турция и другие. Ваши аплодисменты этим фактом, друзья. И, конечно, здорово, что наши студенты и выпускники могут признаться в любви своей альмаматор на всех языках мира. И прямо сейчас творческий номер для выпускников от студента-первокурсника отделения лингвистики Филиппа Модестова. С удовольствием замечу, что Филипп учится не только в нашем институте, но одновременно и в Московском государственном институте музыки имени Шнитко. Итак, друзья, встречайте, для вас поет Филипп Модестов. 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 И хотелось бы также отметить, что наш институт дарит Красноярскому краю не только профессиональные, но и семейные камеры. Ваши аплесменты, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, поэтому, вот, как были близко, так и остаемся. Спасибо за приглашение. Вот сегодня здесь встретили Зимиду Ивановну Полиеву. Это был мой научный руководитель Зимиду Ивановну. Если не сложно, представьте, чтобы все увидели человека, благодаря которому в Красноярскому краю есть 50 и 50 журналистов. Ну, в том числе и я. Это был Зимид Ивановна, была моим научным руководителем. У меня диплом назывался «Феномен утреннего телеэфира». Я тогда еще работал в Афонтово, в Старом Афонтово. Ну и если дальше быть очень кратким, то скажу, что факультет, вообще, Босса-ниверситет подарил мне супругу. Однажды Наталья Жабыка, это вы, как все помните, может, ТВК, она заболела и попросила меня провести определенные лекции на факультете. Вот, я пришел, и я тогда понял, что меня слушал всего один человек на этой лекции. Она так кивала головой. Это я только потом понял, что она спала в это время, но мне казалось, что она слушала. Это была Кристина Ткачева, которая стала Кристиной Гришаковой, которая родила двух милых мне детей, которых мы сегодня воспитываем. Ну и Кристина тоже очень кратко расскажет свое отношение к факультету. Я, насколько помню, Кристина – это первый человек, который поступил в новый институт. Правда? Да, наш выпуск поступил в 2008 году. Соответственно, в этом году 10 лет, как мы поступили, и 5 лет, как мы закончили. И я могу сказать, что с университетом меня связывают только самые теплые, самые добрые воспоминания. Спасибо, дорогой наш институт, за возможности, за знания, за друзей и за семью. С праздником, процветания вам, всего самого доброго! Я хочу сказать, что наша семьяная пара дарит вам сегодня сюжет в программе «Яринский Красноярск». Сегодня наш оператор находится здесь. Спасибо большое. Спасибо большое. Восходьте, смотрите, этот приятный подарок. В 20.45, друзья, продолжим праздновать форум выпускников «Я». Ну а сейчас еще один творческий номер. Встречайте на этой сцене инструментальная группа, в состав которой входит выпускница этого года отделения журналистики «Елизавета Зюзя». Группа «Море». Ваши аплесменты, друзья! Итак, друзья, эти выпускники пока готовятся. А я знаю, что в зале также присутствует еще один выпускник. И поэтому позвольте прямо сейчас под ваши громкие аплодисменты... Елизавета, вы готовы? У вас, видимо, стендап, вы тоже скажете слово, находчивые выпускники эфия. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рад вас всех здесь видеть. И я хотела сказать, что выступить на своем выпускном это была такая моя маленькая мечта. И спасибо эфияму за это, за исполнение моей такой маленькой эгоистичной мечты. Итак, друзья, у нас есть еще один выпускник, который находится в этом зале. И позвольте прямо сейчас на сцену пригласить выпускника отделения иностранных языков. Военный переводчик Института Министерства обороны Российской Федерации Марк Приходько. Института Министерства обороны Российской Федерации Марк Приходько. И я очень рад видеть выпускников своего родного института. И вспоминаю, как пять лет назад я тоже был выпускником этого института. И на протяжении всех пяти лет я вспоминаю, какое потрясающее было время, которое я провел в этом институте. Я с гордостью могу сказать, что я люблю свой институт, я люблю эфия. И я люблю то время, которое было тут, которое я провел в этом институте. И люди, которые помогают молодым расти и обретать свое дело, свою профессию в этих стенах. Я им тоже очень благодарен, признателен, потому что благодаря им я, собственно, сейчас занимаюсь тем, что в какой-то мере, в очень, может быть, маленькой, еле заметной, обеспечивают безопасность нашей страны. Мне это очень приятно. Я надеюсь, что мой такой пример – это тоже маленькая гордость для преподавателей, которые меня обучали. Хочу всех поздравить с тем, что Эфияку 10 лет – это здорово. Я думаю, что мы продолжим собираться так же и на протяжении, дальше когда будет юбилей, 15 лет и 20. И я надеюсь, всех так же здесь видеть, с такими счастливых, красивых. Скучаю по Эфияку, ребята. А мы скучаем по вам. Спасибо, можете возвращаться. Ну и заскучались мы по группе «Море». Они уже готовы выступить для вас. Аплодисменты, друзья. А что, если на пути их мечты есть препятствие, значит, она настоящая. Можно начинать. Эльмир, здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА